Сегодня состоялся восьмой съезд депутатов Красноярского края. В нем приняли участие 650 человек, в том числе 500 депутатов муниципального, регионального и федерального уровня, а также представителей исполнительной власти. На съезде обсудили общую стратегию развития органов государственной власти и местного самоуправления. Подробности смотрите в сюжете далее. Уважаемые делегаты и гости, разрешите восьмой съезд депутатов Красноярского края объявить открытым. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Ус впервые выступает с большим докладом в роли руководителя края. В Рио губернатор наметил ряд задач, которые нужно решить в ближайшее время, в том числе по развитию инвестиционного потенциала края и подготовке к универсиаде. Он отметил, что на проблемы муниципальных образований необходимо обратить внимание в первую очередь. Мы будем вместе укреплять наши красноярские парламентские традиции и восстанавливать значимость местного самоуправления. Мы обязательно сохраним основные механизмы финансовой поддержки местного самоуправления. Там, где это возможно, добавим новое. На пленарном заседании спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов после приветственного слова обозначил основные цели восьмого съезда. Очень важно, что каждый депутат с мест может сегодня отозваться о тех или иных решениях, высказать свои предложения, ну и через какое-то время потребовать их решений, если они были поддержаны коллегиально в ходе сегодняшних мероприятий. Сегодня на одной площадке собрались депутаты практически из всех муниципалитетов Красноярского края. Председатель Таймырского районного совета депутатов рассказал, с какими проблемами сталкиваются жители отдаленных районов края. Мы начинаем строить школы, спортзалы и жилье у нас в поселках. Поверьте, специфика поселков северных и южных, она абсолютно разная. Логистика транспортная так построена, что каждый гвоздь и каждая доска, которая приходит к нам для строительства на Таймыр, она приобретает цену в два, как минимум дороже в три раза. Одна из самых острых проблем – это повышение доступности и качества медицинской помощи. Поступило предложение разработать программу «Земский фельдшер». Она позволит привлечь специалистов со средним медицинским образованием в деревне и сделает медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных районов края. На съезде также прошли публичные служения по проекту бюджета на следующий год, где депутаты представили свои предложения. Люди не стесняются и, соответственно, высказываются, где бы нужно пересмотреть полномочия. Это основная наша такая большая проблема, большая задача. Где бы необходимо производить финансирование с использованием других механизмов. Все предложения войдут в резолюцию 8-го съезда. Их рассмотрят на сессии законодательного собрания. Бюджет примут в конце ноября.